Сегодня с нами выпускница Академии IT-рекрутинга Женя. Сегодня мы ее попросим немного рассказать про ее путь в IT-рекрутинге, чего не нужно бояться, чего нужно бояться, про все плюсы и минусы профессии. В общем, такой небольшой экскурс, именно практика, которая сейчас уже очень успешно работает в своей сфере. Жень, можешь немножечко представиться, рассказать немножечко про свою историю, откуда ты начинала и где ты сейчас. Хорошо, всем привет, мне тут Женя Вальвак, мне 31 год, я живу в Петербурге. Я до курсов Езили по 7 лет работала в рекрутинге в сегменте Харека. Я работала в одной и той же компании, это очень большая компания в Петербурге, самая большая русская компания в сегменте Харека. И как, наверное, вы понимаете, это массовый подбор, причем такой самый хардкорный массовый подбор, постоянная текучка персонала, постоянного нехватка, не очень позитивный чат-бренд компании. То есть, я, откровенно говоря, никто не хотел идти. За эти 8 лет я успела сходить в декрет, много раз выгореть, возродиться вновь. И в какой-то момент я поняла, что я 8 лет работаю в этой компании, я ведущий специалист, я там формально руковожу небольшим отделом подбора, а технологии уходят вперед меня. То есть, я до сих пор занималась тем, что холодными звонками приглашала кассиров, ну, иногда администраторов, управляющих на собеседование. Я бы думала, боже мой. И совсем меня осенило после какого-то бесплатного вебинара, где рассказывали о том, как автоматизировать массовый подбор, о таргетированной рекламе и всяком таком прочем. Вроде в компании, где я работала, тоже использовалась таргетированная реклама, лиды по привлечению кандидатов, но это почему-то не работало. Я все равно занимаю уже такую уверенную должность, сидела на холодных звонках и вот этим все занималась. И подумала, боже мой, сколько можно? Что-то надо менять. Что-то надо менять. Мне тоже так захотелось быть прогрессивной, набраться каких-то кучи модных слов, куда-то двигаться вперед. Потому что, откровенно говоря, ну, там, дальнейший мой рост, там, начальник какого-нибудь местечкового отдела по подбору персонала или офисный подбор, да, там, типа, точечный подбор. Но я поняла, что мне это совсем не интересно, какие-то грустные абсолютно перспективы себе рисовала. И в какой-то момент я поняла, что где все инновации, где все деньги, где все новые технологии, это, конечно, IT. И тут все-все-все-все как-то так совпало, и я решила о том, что хочу менять сферу. О сфере IT я вообще ничего не знала, кроме того, что я просто рядовой пользователь там соцсетей, интернета и всякого такого прочего. Понимала, что нужно с чего-то начинать. У знакомых рекрутеров, кто там в IT плюс-минус работал или был знаком, начала спрашивать, кто мне может порекомендовать. Кстати, к сожалению, никто ничего годного мне не порекомендовал. Поэтому, если вы смотрите это видео, я вам сразу курсы Езели порекомендую. Я нашла твой сайт, увидела, что у тебя есть ссылка на YouTube, и думаю, боже, как круто, я же могу посмотреть на YouTube, как Езеля преподносит информацию, как она вообще разговаривает, комфортно ли мне будет ее слушать. Потому что, знаете, да, вы там купишь какие-нибудь курсы, потом понимаешь, что, боже, я не могу этот голос вообще выносить. Поэтому я посмотрела несколько бесплатных уроков, мне все очень понравилось. Я даже какие-то лайфхаки уже тогда себе в работу взяла. Там все чудесно совпадало, что через неделю буквально следующий поток набирался. Я записалась на курсы сразу, начала заниматься, и первое время я не понимала вообще ничего. Мне было безумно стыдно, потому что молодая красивая девушка играючи вообще рассказывала про какие-то суперсложные технологии, фреймворки, и называла их. Я думаю, боже, я никогда не смогу все это выучить, вообще никогда не смогу это понять. Например, ну, кто-то, если окажется на уроках, или, может быть, уже их проходил, восьмой урок я смотрела раз, наверное, 10, и потом еще 10, и потом еще 10. Вот, но тем не менее, это дало мне понимание сферы, я разбирала, что такое фронтенд, что такое бэкенд, и поняла, что надо двигаться дальше. В процессе обучения я уволилась от своей текущей компании и получила оффер от компании, которая мне поверила. В данный момент я там работаю, это уже 9 месяцев прошло. Я работаю в диджитал-подразделении автомобильного холдинга сейчас. Они в меня поверили, я пришла туда абсолютно ноунеймом, ничего вообще не знала еще, пока не понимала, но у меня была езиля, курс обучения. Я начала работать, и, используя все те практики, которые у меня были в массовом подборе, так я очень быстро начала показывать хороший результат. Кстати, если кто-то сомневается, очень боится, переживает... Вот, кстати, да, расскажи немножко про свои страхи. Ну вот, когда я пришла в компанию, либо когда начала обучение, либо просто знакомилась с профессией телекрутинга, чего ты боялась? Я очень боялась, что я не смогу закрывать вакансии. Я боялась, что я не смогу найти подход к людям, что я не смогу разобнажаться в технологии, что... Ну вот, вот это были мои самые основные страхи. Но, как показала, ну, например, мой опыт, моя практика, умение продавать вакансию — это самое главное. Если у вас был опыт в массовом подборе когда-нибудь, у вас точно получится. Я убеждена в том, что если вы когда-нибудь смогли убедить продавца у вас работать, а вы прекрасно понимаете, что продавца, у него тоже 20, 30, 40 предложений, и все разные степени вкусности, это очень похоже с IT-рекрутингом. Хорошего разработчика у него тоже очень много предложений. И вот мне кажется, что тренироваться можно начинать на кошках, потому что страшно одинаково. Я когда помню свои первые звонки, там, чтобы позвонить бухгалтеру, чтобы позвонить, там, не знаю, разработчику, страшно одинаково, правда. Но там просто риска ошибки меньше, да, особенно в массовом подборе. Поэтому если вы... Не было у вас, например, опыта вообще рекрутинга никакого, но вы все равно сомневаетесь, переживаете, но, например, большие деньги вообще пока не зарабатывали, то я рекомендую начать с массового подбора просто для того, чтобы попробовать, почувствовать, получить все, не знаю, основы азы, параллельно учиться на курсе, и вы через полгода уже сможете стартануть максимально быстро. Потому что еще год назад я работала в массовом подборе. Вот прямо в этот момент я сидела, кому-нибудь звонила, чтобы у нас работали бариста. Зарабатывала тогда в три раза меньше, чем сейчас. И меня постоянно хантит, и есть офферы четыре раза больше относительно той самой. Классно. Тогда у меня не было вообще никаких перспектив, а сейчас всякое... Миллион. Сейчас у меня миллион перспектив. Хочешь, работай в Лимассоле, в других городах России, например. Мне Анечка сказала, что от меня как-то так далеко, что, я не знаю, работа там в каких-то иностранных корпорациях, таких больших, как Netflix, это вообще просто невозможно. Ну, я же не разработчик, я думала, боже, я не училась программированию, почему это сделала? Это можно сделать, если вы гуманитарий. Это очень важный навык уметь разговаривать с IT персоналом. Да, верно. Коммуникации спасают очень сильно, на самом-то деле. И даже если вы приходите из других сфер, из сфер особенно, где нужна коммуникация, вы очень быстро вольетесь и войдете в сферу IT-рекрутинга. И Netflix уже кажется не таким... Далеким, действительно. И чтобы вы понимали, я год назад была максимально далеко от всего этого. Не то, чтобы они меня сейчас сделали, да, Феронича пока про меня даже не знает, но тем не менее, если я грамотно выстрою свою карьеру, в ближайшем будущем это все максимально возможно. Оферы на глимассол у меня уже есть, если что. Классно. Что дает профессия IT-рекрутера тебе лично? Какие плюсы ты в ней видишь? Почему ты сейчас до сих пор там находишься? Потому что она дает мне море возможностей. Я чувствую себя очень востребованной. Я прекрасно понимаю, что есть профессия, которая уже немножечко отходит. Я искренне верю в то, что у классического рекрутинга у него там плюс-минус нет будущего. Потому что пока линия Z, все, наверное, знаете, с ними достаточно сложно. Невероятная текучка в рознице, в сегменте Харека. И все рано или поздно от этого как-то уйдут. Я не знаю, там, в аутсорс какой-то тотальный. Автоматизация. Автоматизация процессов, тем не менее, да. Но искать людей, которые будут делать эту автоматизацию, это всегда будет актуально. Поэтому мне сейчас четкое убеждение, что я не где-то там плетусь позади этого корабля технологий, а я прямо на нем, и мы несемся вперед в светлое цифровое будущее. Принадлежать к этому и быть частью того, что сейчас создается. Ужегор, да, там, что я работаю в продуктовой компании, которая разрабатывает продукты. И я прям понимаю, что это моя заслуга тоже. И они, кстати, всегда, вот, мое руководство, они мне отмечают о том, что, да, спасибо тебе, Женя, вот мы собрали такую классную команду, и эти штуки они делают. То есть понятно, что продукт, там, сотни тысяч пользователей, которые они в итоге сделают, это они молодцы. Но мне тоже будет приятно, потому что я собрала эту команду. Это тоже при частной команде. Классно. Про минусы, кстати говоря. Вот какие минусы все же есть в этих рекрутингах, потому что не бывает все так сладко. И к чему начинающим рекрутерам нужно быть готовым? Ну, поначалу очень тяжело, потому что страшно. В целом не очень коммуникабельная категория кандидатов, да, там, с какой стороны подойти. Или если ты где-то что-то неправильное сказал с технической точки зрения, очень я там на себя, например, ругала за это. Но в целом какие могут быть минусы? Да я не знаю. Нет им минусов. Тебе комфортно работать в этой области со всеми плюсами и минусами? Просто минусы, они есть в том, что, например, если нужно что-то доказывать, коммуницировать, анализировать и так далее, кому-то это чуть сложнее, но тебе комфортно в этом работать? Да, мне кажется, просто это во всех сферах есть. Я, например, плохо разбираюсь в финансах, и у меня одинаково сложно будет парировать какие-то возражения в финансовой сфере тоже. Поэтому мне кажется, это просто неотъемлемая часть работы. Я совсем как бы смирилась достаточно давно с этим работаю. Поэтому нет минусов. Я не могу для себя никакие минусы обозначить. Вас постоянно будут хранить на более лучшие условия, и, наверное, в этом тоже, как бы, наверное, в этом есть минус, потому что тебе приходится сомневаться, там, я не знаю, в своей работе, думать, что ты хочешь дальше, может быть, вот такой вот. Минус, который я, переходит в плюс. Минус, который приходит в плюс, да, потому что ты постоянно сомневаешься, начинаешь думать. Только ты выработал стратегию вообще жизни своей, и тут какие-то лакомые предложения тебе начинают постоянно соблазнать. Ну, это же классные изменения какие-то новые постоянно происходят, и что способствует нашему движению. Поэтому, собственно, мы и в IT, которая очень быстро меняется, эта область, которая сегодня произошла одно, а завтра произойдет другое. И эта стратегия, она постоянно меняется. В этом-то и плюс этой профессии, как для меня, например, да, потому что здесь всегда нужно быть начеку, что-то исследовать, узнавать. Это один из моих критериев, которые я выбираю, когда выбирала когда-то IT-рекрутинг, именно HR в целом. Расскажи, пожалуйста, к чему нужно быть готовым начинающим рекрутеру? Вот ты перешла из массового подбора, это немножечко все же другая совершенно сфера, там есть какие-то свои, естественно, плюсы и минусы. Ты когда пришла, как подготовить начинающего рекрутера, чтобы ему было не страшно? Когда ты начинающий рекрутер, от тебя никто ничего не ждет. Я, например, приходила абсолютно нон-нейм, джином, и от меня никто ничего не ждал. И это самая классная просто возможность быстро статкнуть и показать результат, как в общем в моем случае случилось. Если вы приходите на джинер-позицию, от вас вначале никто ничего не ждет. Это постулат, это многие знают, потому что первые три месяца очень сложно закрыть вакансию, получить офферы. IT-рекрутинг – это такая сфера, где невероятная конкуренция среди работодателей. Все работодатели об этом знают. Даже, не знаю, самые нелояльные заказчики, которым нужен кандидат прямо сейчас, они все равно понимают ситуацию на рынке. Может, они не хотят ее признавать, но они плюс-минус про это как минимум слышали. Поэтому не переживайте, пожалуйста. От вас на первых порах никто не ждет каких-то суперсовершений, но если у вас получится это сделать, вы будете большими молодцами. Это вас быстро продвинет по карьерной лестнице, возможно, вы сможете быстро больше денег зарабатывать. Ну, как вариант. Поэтому не переживайте, пожалуйста. Мне кажется, от джуниор-рекрутера мало где кто-то сразу ждет невероятных каких-то результатов. Всегда дается какой-то путь, в три месяца, например, чтобы показать первые результаты. А сложно было вообще найти первую работу джуниор-рекрутера? Мне как-то очень повезло, потому что я вообще проходила собеседование на точечный подбор. Но так случилось, что компания, которая сейчас работает, она находится на этапе цифровой трансформации, и они как раз-таки создавали диджитал-подразделение. И тут пришла я с рассказыванием о том, что я вот безумно хочу заниматься IT, и если у вас есть IT-вакансии в рамках точечного подбора, то я готова. Если нет вообще никаких IT-вакансий, то я не готова. И они с удовольствием на меня это все ответили. Ну, ты, собственно, и рада. А я, собственно, была и рада. Я очень была рада, да, потому что мне поверили, что такие, не знаю, сложные позиции. И потихонечку начала работать. Ну, плюс я безумно рада вообще вовлечению твоему на курсе, несмотря на то, что там домашки где-то выполнялись, где-то нет, но ты внедряла это все, да, на курсе именно. Поэтому это получился такой результат. Плюс, когда ты мне прислала скрин своего там журнала, когда напечатали, просто думала, боже мой, как это поменяло, и как я рада быть причастным к этому пути. Я, если честно, сама до сих пор не верила, как это все у меня получилось так быстро. Действительно, за высокий результат, сразу, который от меня не понеждал, в компании я там получила достаточно много приятных слов о себе, про меня написали статью, о том, что они мне гордятся. И в первое время я реально думала, что это какой-то случайный результат, и типа новичкам везет. Я на свой третий месяц работы закрыла 8 вакансий, то есть 8 оформлений случилось в один месяц. И я такая думаю, о боже, ничего себе. Там у меня там многие сеньоры, с кем я общалась, у них не было таких показателей вообще никогда. Вот, и я думаю, как же так? Я всегда боялась, потому что это какая-то случайность, потому что еще что-то произойдет, и все, этого не будет. Но, как показала практика, терпение и труд все перетру, то есть действительно нужно просто монотонно двигаться. И очень благодарна Изилии, потому что моя жизнь изменилась кардинально. Опять же скажу, еще год назад у меня вообще не было никаких перспектив. Сейчас у меня есть возможность хорошо зарабатывать, у меня куча предложений, у меня есть возможность релокации. Я могу выбирать, как будет строиться дальше моя карьера. И я занимаюсь очень интересным делом. Потому что, не знаю, затащить какую-нибудь сложную вакансию, которая до тебя 360 дней висела в заявке, которую никто не мог, и это сделать за неделю, это потрясающе вообще. Я смогла, да? Да, это просто потрясающе. Я вот максимум, на 100% реализовала себя в этой профессии. Поэтому спасибо тебе большое. Я очень рада, на самом деле, таким результатам. Это не единичные результаты. Есть в разных сферах, с разным бэкграундом. Кто-то с нуля вообще в целом в HR. Кто-то абсолютно с других сфер приходит и показывает результат. Поэтому это зависит тоже от вовлеченности и принятого решения. Идти в ту сферу, которую вы выбрали. Поэтому спасибо тебе большое. Кстати, я тут подумала, если вы рекрутер, который просто хочет как-то прокачать свои скиллы, но вообще по поводу сферы IT сомневаетесь. Или, например, вот вы вышли поработать и понимаете, что IT-шники вообще не ваши люди, и вам некомфортно. Используя все эти инструменты, которые дают язеля, вы офисный точечный подбор будете просто разрывать. Потому что классические рекрутеры ничего этого не знают. И используя вот эти навыки, просто невероятных результатов добьетесь. Это просто как один из возможных применений. Если не понравилось войти, ничего страшного. Используйте эти инструменты для массового поиска. Используйте эти инструменты в офисном подборе. Вы будете просто универсальный супер-рекрутер. Классно. Это лучшая рекомендация, когда есть такие вот прямо суперрезультаты, что можно применять это в абсолютно разных ситуациях. Поэтому спасибо тебе большое за твою вовлеченность и за твои советы про IT-рекрутинг. Спасибо большое. Всем успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok